Стратегия развития Самары была разработана в 2013 году. С этого момента прошло уже 8 лет. Документ нуждается в изменении. Стремительная цифровизация, реализация национальных и федеральных проектов, переход на дистанционную работу из-за пандемии коронавируса внесли свои коррективы в работу многих городских отраслей. И как итог, стратегия развития областной столицы требует новых ярких идей. Сегодня сотрудники Департамента транспорта, градостроительства, благоустройства и экологии совместно с общественниками и представителями научного кластера города собрались вместе, чтобы обсудить изменения в стратегию комплексного развития Самары. В данной сессии уже вторая. Всего запланировано провести три таких стратегических сессии. И именно опросить различных экспертов с участием различных департаментов городского округа Самары именно о том, как они видят дальнейшее свое развитие. Это, как я уже говорил, это своеобразный мозговой такой штурм. Изменения стратегии развития Самары коснутся в основном экономики, пространственного развития и социальной сферы. Начиная от субсидирования перевозчиков с тем, чтобы у нас работали и принимались все транспортные карты, и у студентов, у школьников была возможность ездить по льготным тарифам. И заканчивая обновлением подвижного состава, это и приобретение новых вагонов метро, в том числе работа, которая началась у нас в прошлом году при поддержке областного правительства, и иные мероприятия, связанные с закупками новой техники. Основное внимание во время обсуждения уделили тем изменениям и дополнениям, которые озвучили представители городского научного кластера. Это и комплексное развитие территорий, проблемы центра и периферии города, проблемы социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды, а также транспортно-логистическое развитие Самары. В первую очередь доклады, они больше установочные, мы ждем все-таки того, чтобы активные жители города, администрации, мы поговорили, дали совместные предложения. Да, конечно, они так иначе войдут, эти предложения войдут в результирующий вариант документов. Обсуждения продолжаются, и обязательно с участием жителей города. После принятия поправок, измененную стратегию примут, и она прослужит городу до 2025 года. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов, События. Субтитры создавал DimaTorzok